Строительство на финальном этапе. Ряд социальных объектов, которые возводятся по линии анно-евразийской интеграции, в скором времени будут сданы. Объекты в Рыбнице проинспектировал депутат Государственной Думы России, учредитель автономно-некоммерческой организации Алексей Журавлев и директор евразийской интеграции Александр Аргунов. На крыше здания противотуберкулезного диспансера заканчивают установку вентиляционного оборудования. В подвале монтируют систему горячего и холодного водоснабжения. Оборудование для медицинского учреждения будет установлено на заключительном этапе. Медицинское, оно находится пока на складах, частично находится здесь в здании. Как только будут закончены сети и внешняя отделка стен, оборудование сразу будет подключено. Мы закупили прекраснейшее оборудование, новейшее, ну и такого очень высокого уровня. Это оборудование будет работать долгие-долгие годы. Главное, на него есть гарантия еще. Поэтому установим все как положено и будет работать на благо жителей Приднестровья и Рыбницы. Строительство противотуберкулезного диспансера выходит на финишную прямую. Общий объем работ планируют завершить к концу мая и уже летом передать учреждение городу. А новое здание 6-й Рыбницкой школы сейчас передают другим генподрядчикам. Я думаю, что на следующей неделе мы уже начнем интенсификацию работ, закончим монолитный объем работ и уже перейдем к инженерным сетям, перейдем уже к внутренней отделке. Конечно, задача стоит такая, чтобы 1 сентября дети туда вошли. Строительство социальных объектов решит ряд проблем в сфере образования и здравоохранения, отмечают в госадминистрации Рыбницкого района. С Алексеем Журавлевым накануне провел встречу президент Евгений Шевчук. На встрече было подчеркнуто, несмотря на непростую ситуацию, как в России, так и в Приднестровье, работы на всех объектах, а но евразийская интеграция, идут в плановом режиме. Ольга Гаврилова, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко, Первый Приднестровский телеканал.